В Армении довольно-таки травматичным образом развивалась пандемия коронавируса и у нас по территории Евразийского союза у нас довольно-таки не внушающий оптимизм данный и большая вина этому направлена работа с населением и с нашими врачами и экспертами В принципе, что такое работа с экспертами и населением, это в первую очередь предоставление информации которая расшифровывается в разных представлениях по-разному В веке интернета очень много информации можно найти, сидя за компьютерами, даже не звоняя никому Информация на данном этапе развития техники и науки очень доступна Количество информации, ее очень много, качество информации не самое высшее Под предлогом свободы слова, кто хочет что хочет говорить Ты можешь об этом писать в интернете, писать в сайтах разных и так далее Тенденции информационных войн набирают все новые и новые обороты Бывают проплаченные вбросы информации, а также финансирование и лоббинг определенных идей и контр-идей Что ведет к этой информации и очень часто к манипуляции данных В декабре 2019 года началась пандемия коронавируса То есть в конце декабря, когда все народы, все населения были заняты Ну с годом, праздниками и очень многие не обратили внимания на это заболевание Она называлась атипичная гневмония Атипичная гневмония, как мы знаем, довольно-таки много Обусловленных разными вирусами и бактериями С 30 января это уже было чрезвычайное положение объявлено ВОЗ И очень драматическое течение в европейских странах Что послужило, так сказать, эмоциональным катализатором для страха, для паники и так далее Даже в нынешнее время у нас есть недостаток данных, связанных с коронавирусом Недостаток информации То есть очень много информации, очень много версий, о которых я говорил Имеют место для дискуссий А также очень много дезинформации возникает в ходе отсутствия нормальной и обоснованной информации Борьба с коронавирусом, она тоже протекала неоднородно То есть есть у нас, и кстати, эту борьбу видел весь мир Есть у нас пример Швеции или Белоруссии Когда руководство страны приняло решение не бороться с коронавирусом Не бороться с пандемией, заняться лечением И данные Белоруссии и Швеции довольно-таки неплохие Есть у нас европейские страны, где все это протекало очень драматичным образом Где там были и масочный режим, и много смертей и так далее У нас есть Армения, где мы, ну, наше руководство решило бороться с коронавирусом по-своему Не взяла пример Швеции или Белоруссии, не взяла пример Европы Даже частично взяла рекомендации ВОЗ Когда вокруг Армении распространился коронавирус, у нас была совершенно другая информационная повестка То есть у нас была пропаганда конституционного референдума А также, так как власти Армении хотели провести конституционный референдум Они пропагандировали, что коронавирус не такое уж страшное заболевание И не так уж много смертей Это похоже на обычный грипп и так далее и тому подобное Однако доступность информации привела к тому, что население Армении, видя, что творится в Иране, в Италии Там мы помним, как особенно драматично развивалось все Очень многие начали бояться коронавируса Однако эти страхи дразнились разными высказываниями Типа динозавр, грипп и так далее и тому подобное Наши коллеги армяне знают, о чем я говорю Было очень много противоречий в борьбе с коронавирусом на государственном уровне То есть министр здравоохранения твердил, что нет необходимости закрывать школы на карантин Однако министр образования закрывал школы Министр здравоохранения утверждал, что нет нужды закрывать границы с Ираном Так как на границе с Ираном у нас была какая-то контрольная группа, которая Вроде бы контролировала все входы и выходы через границу Но премьер-министр закрыл границы с Ираном То есть народ жил в противоречиях В таких противоречиях и доступной и достоверной информации не было Усугубило ситуацию то, что завиститель директора центра по контролю и надзору заболеваний Сказало, что карантин не действенный метод борьбы с пандемией Что очень негативно повлияло на осторожность от заболеваний населения После этого у нас были проблемы с приобретением масок Цены на маски возросли, народ требовал маски, не было масок И после чего, уже после введения чрезвычайного положения в Армении Были введены запреты на публикации, на высказывание своего мнения На любую критику действий властей Чем мы эти поплатились? Это более 339 миллионов долларов потрачено Более 5000 смертей и существенные экономические затраты На данном рисунке приведена официальная статистика То есть официальный график заболеваемости, смертности и летальных исходов от коронавируса В принципе, именно недостаток информации и несерьезного отношения к информационной политике Повлияло на распространение коронавируса на территории Армении Принципы информации это следующие Как нужно, в принципе, работать с медиа Это быть честным Если не знает ответ государственный чиновник То обязан быть честным и признать, что он этого не знает Тем более, что это была пандемия новая Это вирус новый И очень много неизвестно До сих пор неизвестно об этом вирусе То есть не нужно было придумывать что-то Это честность Второе, это точность То есть если какой-то политик, какой-то госслужащий Или какой-то эксперт говорит что-то Он должен состыковать свое мнение с официальным мнением Третье, это ценность информации Все представители средств массовой информации Желают именно осветить ценную информацию То есть давать им то, что было написано Или то, что уже известно, не имеет смысла Нужно уметь работать со средствами массовой информации Это компетентность человека, который выдает информацию Это одно из самых жестких кадров Мы все понимаем, что средства массовой информации Не ограничиваются именно там Новостными порталами, новостными сайтами, телевидением Это на данном этапе развития человечества Как бы социальные сети и социальное общение Какую систему нам предлагают эксперты Это не только российские или американские эксперты Это именно информационная политика в условиях пандемии Которая утверждена Всемирной организацией здравоохранения Должен быть источник информации На данный момент источником должен быть Министерство здравоохранения Так как именно оно владеет ситуацией Источник этот, то есть Министерство здравоохранения Должен работать и напрямую с медиа И напрямую с экспертами Кого мы называем экспертами Это совсем другое понятие То есть эксперты должны быть компетентными В своей деятельности Медиа сама уже распространяет информацию В социальных сетях Чтобы быть услышанным Чтобы быть прочитанным и так далее От медиа уже идет определенное количество информации Через цыганскую почту она конечно же изменяется То есть человек человеку расскажет Потом она уже начинает изменяться Когда уходит в массы И появляются вопросы На которые должен отвечать эксперт А как он должен узнавать Это мониторить социальные сети То есть в данный момент Если мы говорим о информационной политике В условиях пандемии В условиях коронавируса Это мониторинг социальных сетей Так как сейчас у нас каждый человек У которого есть телефон с камеры Это мобильный репортер Это человек который ищет и находит И очень часто публикует сенсации Это человек который ради Увеличения собственного влияния в социальных сетях Готов предоставить какую-то информацию То есть сейчас мониторить Новостные порталы уже не имеет смысла Сейчас уже нужно мониторить социальные сети Либо закрывать социальные сети Что приведет к определенному Недовольству населения И в конце своей презентации Я хочу процитировать Анна Анатона Мейера Ротшильда Кто сказал впервые Что владеющий информацией владеет миром Я хочу немножечко изменить Что на данный момент Владеющий и предоставляющий информацию Владеет ситуацией Не миром Спасибо большое Если есть вопросы Я готов на них ответить Спасибо